Труженьки тыла Ветераны работали в полях региона, обеспечивая армию продуктами и на железной дороге. Всего же в Ульяновской области почетные знаки получат почти 12 тысяч ветеранов. В годы войны работал в колхозе Ильича, убирал подсолнечник, заготавливал дрова для матросов, которые охраняли мост через реку Волга, дежурил на пожарной вышке. Прошел трудовой путь от учителя до директора школы, педагогический стаж 42 года. Напомним, что Ульяновск может получить звание «Город трудовой доблести». Инициативу о присвоении данного статуса ряду городов озвучил президент Владимир Путин. Волонтеры уже организовали сбор подписей. На массовых мероприятиях и в центре города жители приглашают отдать свой голос за присвоение Ульяновска статуса «Город трудовой доблести». Через несколько дней заработает сайт, где также можно будет проголосовать. Все одновременно были задействованы на производство продукции на фронт. И если даже ты… Ну, как бы можно напомнить, какие у нас работали предприятия, да, и наряду с известными всегда ЗИС называют. Но мы, конечно, ульяновцы должны говорить о машиностроительном патронном заводе номер три, который за Волгой работал. Еще один проект без срока давности презентовали ульяновские поисковики. Проект сфокусирован на увековечении памяти мирного населения, погибшего в годы Великой Отечественной. Школьники удивляются очень многому том, что этого нету именно в учебниках истории. То есть нынешний учебник истории, он не показывает тот объем именно страданий и лишений, которые выпало на плечи мирного населения. Мемориальная акция призвана помочь распространить достоверную историческую информацию о военных преступлениях на оккупированной территории. Анна Тищенко, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин